Начнём, пожалуй, с того, что в Карелии бушуют лесные пожары. Самая тяжёлая ситуация в Суярском районе, в Пряжинском, Кальвальском, Моезерском. В общем, горит вся Карелия, но точкой какого-то самого большого напряжения стал посёлок Настиньярви, где огонь угрожает непосредственно жителям людей. Надо признаться, что первые какие-то сведения стали поступать к нам в середине недели. Это были официальные сводки, потом уже нам стали писать местные жители. В субботу стало ясно, что надо съездить и увидеть своими глазами, что там происходит, потому что очень информация разнилась. Естественно, у нас не было представления о том, куда мы едем. Мы увидели смог, увидели дым. Местные жители, которые нас встретили, Алексей и Павел, коротко рассказали нам о технике безопасности, которая звучала, если вы начнёте задыхаться, то падайте на землю, там больше кислорода. И в тот момент нам как-то стало всем очень страшно. Мы постоянно были на связи с тобой всё воскресенье, и довольно продолжительное время казалось, что всё в порядке, всё под контролем. В какой момент вы осознали, что вместе становится действительно опасно? Алексей и Павел показали нам лесной пожар с одной стороны посёлка. Они сказали, что вот здесь тушится, здесь всё под контролем. И поедем на другую линию, где была отсыпана нейрализованная полоса. Там были сотрудники МЧС и добровольцы. И мы общались с одним из главных, Николаем Макуличем, сотрудник авиалесоохраны. Он рассказывал нам о том, как тушатся лесные пожары, какие они бывают. Достаточно много информации. И он говорил, что в принципе всё под контролем, нет угрозы посёлку. Но ситуация сложная, естественно, что из-за погоды, из-за воды, из-за техники, из-за людей ситуация, он говорит, сложная. Но вроде всё под контролем, и я так и сказала коллегам. Как бы более-менее в порядке. В порядке, наверное, нельзя сказать. Ещё Николай сказал, что самое страшное — это маленький дымокт на этой полосе. Она нужна, чтобы огонь остановился, не перекинулся дальше на лес, потом уже не пошёл на посёлок. Эта полоса была где-то в километре. Километрия от посёлка? Да, но маленькая оговорка. Посёлок состоит из двух частей. Это же до станции, непосредственно на посёлок. И вот маленькой станции всё угрожало. Там где-то около 70 жителей. Почему страшен маленький дымок? Его могут не заметить, а искорка перелетит, и всё загорится в любой момент. То есть надо было ходить по этой полосе, и все очаги такие тушить лопатой, водой. Любыми средствами. А у них там было достаточно лопат, воды и так далее? Я не могу говорить объективно, потому что я была только на одном участке. Провела там недостаточно времени, чтобы составить какое-то выступление об этом. Ну что они сами говорили? Ну как будто бы, опять-таки, позиция официальная и позиция местных жителей, они расходились. Потому что когда мы уже встретились с женами, мужчин, которые работали добровольцами на пожарах, Юлия, жена Алексея, например, нам рассказывала, что они там 5 дней уже на передовой, и вначале было очень мало сил, и что они просят о помощи, о вертолётах, о какой-то технике. Как будто бы до последнего её туда в полном объёме не отправляли. Думали, что как-то, наверное, придётся. И после этой беседы мы решили съездить в главе поселения Натальи Осиповой, как-то с ней обсудить ситуацию в посёлке, узнать, насколько это всё серьёзно. Она тогда с нами отказалась, общалась и сказала, что ей не до нас. И действительно, в тот момент одной из сотрудниц кухни позвонили по телефону и сказали, что загорелся выезд из посёлка. И она сказала, что давайте всё тушить, собираем документы, уезжаем. А мы как-то подумали, что это может быть преувеличено, потому что мы до этого слышали, что всё под контролем. Мы приехали на выезд из посёлка, и я в первый раз в жизни увидела, как горит высокий столб огня. То есть вы видели открытый огонь? Да, и были огромные клубы дыма. Я очень испугалась, говорила коллегам, что давайте думать, что нам делать. Потому что это был... Ну, нам тогда... Мы тогда думали, что это единственный выезд из посёлка. Ехать по этой дороге было опасно. И один из местных жителей нам сказал, что есть другой объездной путь, и мы поехали туда дежурить. Может быть, кому-то помочь в эвакуации, какие-то панические настроения, люди кричали, кто-то уже сразу там уезжал с тем, что успел взять. Люди подъезжали туда, на эту развилку, видели огонь, разворачивались и ехали по другой дороге. Правильно я понимаю? Я думаю, что, может быть, кто-то и не ехал. То есть они просто приезжали? Они просто сообщали по телефону, например, и часть людей сразу уехала, а кто-то думал, что обойдётся, и оставался в своих домах, отказывался эвакуироваться. И как бы не было ещё объявлено, что надо уезжать. Хотя в посёлке было сильное задымление, мы были в масках, но нам было тяжело дышать, глаза жгло, и вся обстановка говорила, что надо туда бежать. Бежать, да. Я не представляю, как вам было там, потому что мы в субботу и в воскресенье, у нас в Петрозаводске стоял смог небольшой, и, конечно, находиться на улице очень тяжело. При том, что это односота того, что вы чувствовали там, на месте, в посёлке. Почему люди не эвакуировались заранее? Мне кажется, тут много факторов сложилось. Во-первых, я сама прекрасно понимаю, как страшно оставить свой дом, и ты думаешь, что ты, может быть, как-то сам будешь участвовать в тушении пожара, если до него дойдёт огонь. Ты боишься за своих питомцев домашних. Были не только собаки, кошки, но ещё какой-то скот. И, естественно, это всё бросить страшно. Информация о том, насколько опасна, её не было. И, наверное, не было какой-то инструкции о том, как действовать при таких ситуациях. Но это чрезвычайное происшествие. Мы часто теряемся, часто не знаем. Много факторов, я думаю, просто сложилось, поэтому люди, может, до конца не установали опасность. А что вообще тебя поразило? Что как-то произвело наибольшее впечатление? Во-первых, героизм мужчин, которые с самого начала стали тушить огонь и сражаться за свой посёлок. Ещё мне очень удивило, что мы, когда ехали, мы сразу купили респираторы, потому что понимали, что там, возможно, опасный воздух. А все местные ходили без каких-то средств защиты. Даже когда ехали на пожар, у них не было респираторов, ни марли с водой, ничего такого. Видимо, опять, у тебя нет какой-то информационной работы о том, как правильно защищаться от лесных пожаров, когда дым, когда смог, какой урон здоровью это может привести. Я не уверена, что наши респираторы, конечно, нас сильно спасли, но, тем не менее, это какая-никакая, но защита. Сейчас мы видим, как туда направляется всё больше добровольцев, администрация. Очень много журналистов сегодня. Очень много журналистов, да. Если бы всё на начальном этапе, столько сил было брошено туда, возможно, всего этого удалось избежать. Я берусь судить. Я так понимаю, что люди не были информированы, они не понимали, что им делать. И Артур Олегович приехал туда, несмотря на заверения его пресс-секретаря. Скорее всего, он приехал немножко позже, потому что, ну, как бы наши журналистки его не видели. Возможно, он был там всё-таки с обеда, но никто из местных его там не видел. Что ты можешь об этом сказать? Какой уровень организации был там на месте? Ну, по факту, его не было. Все как-то занимались самоорганизацией. Потом уже, естественно, стали приезжать автобусы, пожарные, МЧС, скорая помощь. Но на начальном этапе этого не было. Получилось, что посёлок как бы в кольце лесных пожаров оказался зажат. Потом, когда мы уже на повороте этом дежурили и предлагали свою помощь, чтобы кого-то вывезти, вывезли одну из местных жительниц. Она представилась как тетя Лида. У меня был с собой пакет с лекарствами и пакет с какими-то самыми необходимыми вещами. И мы отвезли её в школу. Десяти километров примерно там находится посёлок Лахкалампия. На тот момент там были убраны из кабинетов школы столы и стулья. И какие-то матрасы были. Кто-то там занимался расселением людей. Сейчас вот мы видим от других журналистов, что там, конечно, условно так себе. И некоторые хотят вернуться поскорее в свои дома. Ну то есть какое-то место было, куда людей эвакуировать хотя бы. А что сейчас там происходит? Я так понимаю, что пожары до сих пор не локализованы. Дома уже не горят. Там загорелось несколько построек хозяйственных. Хозяйственных, по-моему, было пять. С огнём до сих пор борются. На месте очень много, как мы уже сказали, всех. Но я так понимаю, что помощь добровольцев всё ещё нужна, судя по той информации, которую мы получаем. Всё, спасибо, что были с нами. Всем пока. Пока.